ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А перед началом ролика хочу посоветовать вам новый канал, посвященный постройке в гаражных условиях самодельной Lamborghini с огромным двигателем V12. На канале подробно будет рассказывать о всех этапах постройки и слаженностях. Рекомендую зайти на его канал и поддержать лайками и подпиской на канал. Все ссылки будут в описании. А мы начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, еще раз. Теперь в другом месте были в Невиномыске, кстати. В Невиномыске были. Ты говорил, что ты что-то на ней доработал. Но давай сначала общись. Начально что там? Ты сделал? Вообще поначалу. Мы напомним, напомним. Напоминаем, да. В общем-то, по машине вниз или вверх или как-то. Короче, по машине у нас что сделано? Задняя подвеска полностью поднята на вверх. 15 сантиметров. То есть подняты лонжионы, подняты под крюлки, установлены. На данный момент уже объемная подвеска. Но ты в курсе, что это бешеный вид? Не то, что ты понимаешь вообще, что это бешеный вид? Я догадываюсь, да. Это офигеть какой бешеный вид? Порой приходят такие мысли мне в голову. Так. Ну это не точно. Это как бы 100% информация. Так, я смотрю, там виднеется что-то. Это выхлам? Это выхлам. А ну давай, а ну давай. Волшебный выхлам, который сделан в две стороны. Я тоже, я короче поднялся, семерку взял. Сейчас буду выводить с крыла, чтобы огонь херачил. Тут такое есть? Нет, огонь тут не херачит. В ламе гасители стоят? Потому что нет, потому что маленькая труба, во-первых. А во-вторых, много изгибов. Если труба будет побольше, более прямая, она будет отстреливать. То есть под переднего тебя что там горит, что там по подвеске? Спереди пока что как бы стоковая подвеска просто запиленная. У меня сейчас уже в разработке уже распиленные рычаги. То есть мне нужно их заварить. Они уже частично заварены, просто их нужно усилить. Это матиска? Спереди матиска, да. Спереди матиска, сзади заводская резина. Вот как ты говорил, ты хотел вообще ее на широкую уронить. То есть ты уже поставил эту резину. Ну сзади резина получилась... Сзади резина чуть меньше вообще, чем планировалось. Ну, я пошел на такую жертву для того, чтобы машина легла. Ладно, она открыть. Она заварена. А вторая, вторая тоже заварена. Ты не катаешь девочек? Бля, там что? Там асфальт? Все, порезал ее. Вот ты сумасшедший парень. Это асфальт там? Или это... Или это... Это наклейка. Это наклейка. 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 Это наклейка. Сегодня приехал с диваном, но так как очень мало людей понимает, что это вообще. Родной запах, запах. Запах, да. Дедами пап. Дедами? Так как мало людей понимает, что вообще за этим стоит, мне пришлось брать диван. Теперь внимание достаточно привлекает эта штука. Так это рукава получается? Нет, почему? Это как... Публики? Да, да. Публики. Рукава это вообще не очень удачное решение. Рукава это чаще на подвеску со стойками ставят. Потому что на такую подвеску они не очень удачные. Так, я понял. А заварки нету? Не пошишь? Нет, нет, нет. Это машина для спокойной езды 40 км в час. Вестковскасов. Вечером, да. Санаттресс. Поехал. Спустил вниз. Едешь 40 км в час и скришь. Ничего, никому не понятно. Все держатся за голову. Да, дна нету. Да. Чем она искрит? Там бензин. Бензин прям в салоне. То есть нет, собак у меня нет. Нормально. Просто канистра. Так вот скажи, вот чисто мое решение, вот чисто как я думаю, ее не красить. Наоборот, еще придать ей ржавче. Нет? Ты ее красить будешь? Красить я буду, да. Ее надо выводить очень долго. А, аэрография и все, да будет? Нет, аэрография, не аэрография, а скорее кастом-покраска. То есть аэрография это просто нанесение каких-то там. А ну расскажи так. И соотнесенных с кузовом рисунком, вон как там. Только эта наклейка там. Бля, ну это не очень, там леопард. Трусы, леопардовые трусы. Ну, а кастом-покраска это как бы более такой обобщенный. Тебе надо задний мост обклить в леопард. Кратить хвост. А кардан взъебал, да. Да, вообще плохо. Ну и в общем-то буду красить когда-нибудь. Но у меня есть еще некоторые идеи по кузову, по железу. Но пока не будем говорить. Пока да, может я ее не осуществлю, может я прошу все и выкину эту машину. Не, не надо выкидывать, надо ее сайт на память. Ну да, на память, да. Так она какого года? 81-го года машина. Жесть. Ну ты в общем-то там охрененько не доработал. Ну да. Чтобы она все держалась. Сладняя подвеска, считай, новая, снилят просто. Ну я ждаю. По музыке нет из музыки, только искры и железо. Что-что? Трущие все. Там есть колонка. Да? Одна? Только есть, но ее не слышно. Ладно, ты же закрыл ее. Потому что на ходу очень шумно. Это по-моему песецка от шума в салоне. Так, в общем у тебя с жопа поднимается. Да. Была статика? Да, был напряжение, а сейчас уже на воздухе. Короче, поднялся, да? Чуть-чуть, да. На самом деле, когда еще мы на автошопе снимали первый пиль, у меня все это барахло, практически все лежало в гараже. Я просто не успел к автошопу собрать. Не, чтобы люди понимали. Ты сказал, ты говорил, планировал. Он и сделал. Вот как я говорю, почему они мне пишут. Почему ты так долго? То, что это все сразу не происходит. Ну да, во-первых. Секси, зазоры. Зазоры. Ай, блин, ай. Это заводские допуски, все нормально. Это завод, да? Да, да, да. У меня. Вообще, машина в категории ретро. Категория ретро, это прежде всего оценивается оригинальное состояние. Машина полностью в оригинале состоянии. Ну тут в оригинале все. 100%. То есть, я намерен забрать сегодня приз за самую оригинальную, сохранившуюся машину. Вот так вот. У меня с А3. Это правда, короче? Ну, походу, это правда. У меня с А7, она ездит на отбойниках. И мне говорят, что жопа со временем провисеть. Да, правда. Бля, у меня вообще дверь не открывается. Это правда? Я, кстати, себе сделал каркас в багажнике, чтобы у меня жопа не провисла и наверх ее не выпила. А ну подробнее объясни, как. Я не покажу, потому что багажник. Вчера сломался замок и все. Сейчас я не смог открыть багажник. Русский автопро. Это да. Я еще вчера или позавчера кому-то написал. Удивительно, долго машина не ломается. И вот все, сломалось. Отболированной кока-колой? Нет, на самом деле я его таким просто достал. Офигенный. Да. А как ты подъезжаешь на заправку? Вот так? Ну я понял, так и делаешь, чтобы исключая огонь, короче, как гонщик, короче, призрачный. А я думаю, что у тебя там канистра стоит? Ну вот. А ты когда, сколько, 20 литров? 20 литров, да. И что, нормально хватает? Он живет немного, как бы я на пару поездок, где одной заправки крутая, мне то не понравилось. В общем, эта машина для кайфа вечного покатания. Да, да, да. Она у тебя единственная? Нет, я недавно себе купил Логу. 24 дня. Да я понял, к чему ты ведешь. Я понял эти все квадратные линии. Я просто купил Логу для того, чтобы... Только лежать. Вот бывают косики какие-нибудь по гневу, что-то не подымает. Ну, в гневе вообще не было. Гневня у меня стоит, наверное, месяца 3 или 4, я не помню. Вот как у нас зима ушла, как у нас потеплело более-менее, у нас тут не теплеет рано. То есть где-то в марте или даже раньше я поставил гневню, с того момента катаюсь. Она не лопалась, ничего в этом году не рвут. Зарабатывает нужными местами, но работает и работает. Так ты ее новую брал? Что? Новую брал? Да, все полностью новое. Ну, единственное, что подушки я купил у товарища, который себе заказал, и они ему не подошли. Ну, ты в курсе, что ты сумасшедший парень? Да у меня говорят такое. А воткнись сюда, надо диски воткнуть огромные, а зашгрузер от ваттатных. Ну, да. И тогда вообще все будут. Пока на этих дисках будешь, да? Пока, да. Что в дальнейшем планируешь? Ну так, ориентируй, пока подумывай. Не, ну главное сейчас с передней подвеской разобраться и вновь, в полморда. Так. А дальше уже буду с кузовом заморачиваться. Покрасочка. Не, не покрасочка, работа с железом. В общем, ну стиль чувствуешь. Замечается, да. Что это? Воу. Вон она, трупы какие-то там. Что это? Да, там. Так это ты все сам делал? Ну да. Все, учился, все так, сам. Все, он нанесся. А, уже пошло что-то. Это же мы на автошоке рисовали еще. Да? Да, Димон Гресов, который из Крыма. Жалко, что он не приехал. Вот он не рисовал на автошоке. Новенькие. Ну, они уже на тачке два года почти стоят. У меня просто машина, вот она как есть, вся сгнившая. Вот такие есть. Она вот такие, вот такие сгнившие. Она прям вообще как новая. Она такой сгнившая, мне и досталась. Потому что у меня она стоит в гараже все время. Она дальше, вон, как в ней. Блин, зачетно. Зачетно. Да. В общем, подведем итоги. Все нишняк стиль намечается. Кромовые новые штуки. Всякие, да. Всякие такие. Надо было тоже эти. Что это такое? Это оригинал. О, что я говорю. Оригинал. Да. Дальше у нас будет уронишь перед, ну и дальше уже сам решишь. Да. Ну, а дешите за проект. Люди. Это нормально, что с той стороны он бьется об этом? Это допустимые, да, зазоры? Я готовлюсь, да. Только это пневма. Ну, сзади, да. Короче, это все допустимо. Да, это все по заводу было. Все нормально. Все, заслезьте. Снимаю, снимаю.